Заброшенная железнодорожная станция. По железнодорожному полотну, в ожидании поезда, взад и вперед, ходит Георгий Махрашвили. Из-за поворота появляется паровоз. Георгий бросается за ним. Подожди! 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 Это... Поезжай! Поезжай! Это Крузия! 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 Это... Безнадежно махнув рукой, Георгий опускается на скамейку. Неподалеку от него сидит молодой, с добрыми озорными глазами, но совсем мальчик, солдат Аркадий. И курит. Очевидно, необычная внешность старика привлекла его внимание. Он заговорил с ним. Курить хочешь? Курить! Курить! Нет! Нет! А сюда зачем приехал? А? Приехал зачем? Эх, не дает чен сак мегамуглее. Соскучившись по задушевному разговору, Аркадий подсел к старику. Ну, закурим, а? Ни гуру, дорогой, ни гуру. Зря! Не следуй в жизни отказываться, нет одного удовольствия. Зачем сюда приехал? Сын мой здесь, в госпитал. Раненый пил. И, говорят, выздоровелся. Поехал прямо на фронт. Я не видел. Не успел. Не повезло. Да. На фронте судьба все. Вот у нас вроде тоже был один грузин. Танкист? Нет. Веселый такой, озорной парень. Песни пел. Вот когда мы в Венитополь бролем, попали в самые пеклы. Мины рвутся. Носом в землю ролят. Тут мины как трах. И все. Как его имя? Его. Кого? Грузин? Да. Какое там имя? На фронте всех одно имя. Здорово, солдат. Прощай, солдат. Простите, что я болтаю много. Я после контузии долго не мог говорить. Только что из госпиталева сразу... Какой? Это? Нет, в другом городе. Далеко. Что ж ты в госпитале не узнал? Куда сына? Какую часть направили? Как не узнал, слушай? Что я тогда узнал, если это не узнал? Вот здесь совсем близко... Демидова. Демидова. Так это совсем рядом. Конечно, слушай. Два часа ездили на любом побудном машине. Я говорю, слушай, здесь близко сын. Покажи, покажи. Нет, нет. Ты что ж сидишь тогда? Что я сижу, слушай? Говорю, здесь начальник. Ну, говорю, пропусти, пропусти. Нет, нет, нет. Вчера целый день там главная станция. Комендант, дорогой, пропусти. Вот здесь документ. Нет, говорит. Нет. Это документ до сих пор был. Сюда нельзя было. Отсюда опять поезжай домой. К перрону медленно подходит военный эшелон. Вот смотри, плюнь на эти бумажки. Посмотри. Если сейчас остановится, можешь растесть и через два часа будешь Демидова. А? Что, слушай? Ну? Нет. Нет. Жаль. Подумай. Нет, нет. Ну что, решил? А? Не жил, говорю. Не могу, нет. Ах ты. Ну, будь здоров. К ребятам. Аркадий бежит в поезде. Ладно. Порщай. Завистью наблюдает Георгий за солдатом. Затем встает и идет к эшелону. Эшелон останавливается. Поглощенный своими мыслями, Георгий идет вдоль поезда. Вдруг он сталкивается с караульным. Пробурчал Георгий и отошел от караульного. Отец. Да? Ты. Ну что, надумал ехать? А? Ехать надумал? Решай скорее. Ну, решай. Нет. Ах ты, в Демидову, в Демидову, понимаешь? Ну. Слушай. Документ нет. Опять про эти документы. Да плюнуть его. Нет. Ну что, ты как маленькая. Вот. Документ. Ну что же. А ты лезь скорее по конечству. А? Быстро лезь, ну. Сигнал отправления больно кольнул сердце старика. А? По воровски озираясь вокруг, приняв вид бесшабашного человека и убедившись, что за ним никто не следит, Георгий бросил узел Аркадию, затем на секунду замешков, с поразительным для своего возраста, легкостью прыгнул на платформу. Молодец. На. Давай. Бери. Давай. 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 Люблю путешествовать. Давай познакомиться. Аркадий Ершов. Махарашвили. Георгий. Молодой солдат Назаров, щуплый, низенький, с чересчур серьезным лицом, под прицелом винтовки ведет арестованного Махарашвили. Аркадий старается уговорить солдата отпустить старика. Ну что ты не веришь своему брату солдату, что ли, да? Отведу куда следует, там выяснят. Эх ты. Ну убери, убери, винтовку-то. Хватит тебе. Тебя сад такая, надо бы. Связываться неохота, а то бы накостолял тебя по шее и по всем правилам. Только попробуй. Ну, попробуй, попробуй. Ложись! В поле неожиданно разрывается снаряд. Конвоир и солдат бросается на землю. Георгий оглядывается и видит распластавшихся солдат, сообразив в чем дело, следует их примеру. Назаров поднялся и к улыбке подходит к лежащему, прикрывшему голову узелком старику. Папаша! Папаша! Давай вставай. Опоздал уже. Надо идти. А? Давай помогу. Их обгоняет офицерская машина. Что тут происходит? Вытянулся в стронку Назаров и, передавая документы старика, докладывает. Задержан в расположении части с недействительными документами. Пропуск у вас дадут было. Как вы сюда попали? Товарищ начальник, я ехал в поезд. Машина ест. Не выдерживает Аркадий. Да понимаете, товарищ полковник? Он приехал к сыну в госпиталь. А сына выписали в часть. Часть находится в Демидово. Ну вот он и поехал. Не время в гости ездить. Поезжай обратно домой. Товарищ начальник. Демидово отец уже немцы. А? Поезжай, поезжай, старик. Домой и жди сына. А ты домой? Что? Назаров! Назаров! Устрой старика с ночлегом и утром отправки с какой-нибудь машиной! Есть! Обрадованный приказом полковника, Аркадий с усмешкой глянул на конвоира. Значит, Назаров, да? А как зовут тебя? Николай. Николай. Ну что ж, Коленька, исполни приказание полковника, да? Пошли. Ну вот, вот. Отец, пойдем, пойдем. Пойдем. Давай, взяло. Давай. Пойдем. Пошли, отец. На, закурь. Я говорю, что все хорошо будет. В избе, слабо освещенной керосиновой лампой, прямо на полу спят солдаты. И кто знает, какие сны им снятся. Склонившись над лампой, пожилая женщина зашивает гимнастерку. В углу сидит Георгий и внимательно слушает разговор Аркадия с фронтовым другом сержантом Никифоровым. Сержант Никифоров, худощавый, в очках, чем-то напоминает сельского учителя. Ну, а как Васика на плев? Васю под Калачевым убили во время бомбежки. А Петро, земляк, пока? Петро, Петро отвоевался уже, из дому письмо прислал. Дочка у него родилась. Ну, да. И вообще ведет гражданскую жизнь. Работа, семья, постепенно отцепляется. Так и мы раньше жили, и не находили в этом ничего особенного. Руку ему в госпитале ампутировали. Ну, это хорошо хоть жив. А как старшина Коробейников? Ивана Ивановича уже нет. Как же все это случилось? Ранили его сначала. Аннушка потащила его в тыл и обоих мину накрыла. Славная была девчина. Сгрустнул и Георгий, измученный поисками сына. В комнату входит уставший от бесцельных скитаний со своими сверстниками мальчуган для десяти. На голове у него отцовская шапка. Осторожно переступает через каждого спящего на полу солдата. К полуразветому внуку подходит бабушка. Показав ему на кровать и шлёпнув непослушного мальчишку по голове, задувает лампу. Боря, спать. Я этого... Спать, спать. О, Господи. Хоть кто бы сказал, оставаться ли нам тут или уходить, пока не поздно. Стёкла в оконных рамах задребезжали. Георгий проснулся, присел, начал прислушиваться. Может, и танк Бондерзь, подумал он. Георгий выбегает на улицу. В темноте навстречу идут тяжёлые машины. В этом грохочущем потоке Георгий надеется найти сына. Георгий всматривается в номера машин. Его душераздирающий зов безжалостно поглощает неистовый крохот. Подожди! Эй! Подожди, бедём! Георгий! 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 Георгий, швилл! Прошёл последний танк, унося с собой остатки надежды. Георгий возвращается в комнату. Спит Аркадий, все вокруг спят. Не найдя собеседника, Георгий разговаривает со спящим Аркадием. Георгий! Казавл я слышу, не надо, не надо ехать. Мет, езжай, езжай, езжай. По тебе езжай. Куда езжал? Бебе. Хе? Мой сын уже на сами-сами pronto. Куда меня сейчас езжает? На сами-сами pronto? Чуть брежет рассвет. Усталым солдатам не суждено долго спать. Где-то близко разорвался снаряд. Взрывной волной выбил оконные стекла. Заспанные солдаты вскакивают и бросаются к оружию. Георгий хватает свой узелок и растерянно бежит за солдатами. Георгий бежит вместе с солдатами. Ничего не понимая, что исходящим на ходу спрашивают. Даже в такой суматохе Аркадий находит старика. Георгий, Махарашвили бежит, не разбирая дороги. Навстречу скачет на лошади маленькая девочка. Георгий, Махарашвили бежит по дороге через хлебное поле. Вокруг разрываются снаряды. Черный столб земли и дыма взметнулся перед ним. Закрывая голову руками, Георгий валится на землю. Сознание медленно возвращается к нему. Сквозь туман он видит, что вокруг горит пшеница. Урожай гибнет. Молнии проносятся в мозгу у крестьянина. Он сбрасывает с себя телогрейку и начинает ею тушить огонь. Хлеб! Хлеб горит! Хлеб! Помогите! Хлеб! Хлеб горит! Отстреливаясь, наши солдаты бегут по хлебному полю. Георгий в вступлении продолжает бороться с огнем. Подбегает Аркадий. Адей, что ты делаешь? Ты что, не соображаешь, что ли? Мы ходим в чертой матери хлеб. Отходи! Ну что? Ну пошел, бегом! Широкой цепью по хлебному полю идут фашистские солдаты. За ними мотоциклисты и танки. Отчаянно отстреливаясь, наши бойцы стараются пробиться к лесу. Аркадий! Веди скорее вверх! Веди за ними вверх! Скорее! А? Давай вверх скорее! А ты? Аркадий! Я прикрою тебя! Ну! Давай скорее, что сидишь! Аркадий! Аркадий все время держится около Георгия. Как шмели жужжат над головами немецкие пули. Маленьким узелком, словно щитом, Георгий закрывает голову. Фашистские танки перерезают дорогу к лесу. Замыкая отступающих, товарищи Аркадий на ходу стреляет из ручного пулемета. Георгий! Отец! Аркадий! Георгий! Я сам! Я сам! Беги! Беги! Скрикивает и падает над землю тюжелораненый в грудь Аркадий. Ошеломленный старик бросается к нему. Бережно поднимает Георгий распростертого солдата на руки и бежит. Лес уже рядом. Очень мало осталось сил у старика. Он с трудом тащит Аркадия по земле. Раненый непрестанно стонет. Георгий потаскивает Аркадия к воронке от снаряда и опускает его. Беги, отец! Иди! Оставь меня! Аркадий! Оставь! Еще! Не бойся! Я сам не бойся! Еще! Тихий и много! Вот! Затем достает из-за пазухи платок и с поразительной для такого огромного человека нежностью закрывает рану молодому солдату. Вот! Вот! Затем достает из-за пазухи платок. Затем достает из-за пазухи платок. Батя! Война! Швилю! А! Вот так! Хорошо! Теперь дорогу найдем и все хорошо будет. Аркадий! Все хорошо будет! Георгий вылезает из воронки, но, заметив приближающихся немцев, прячется за колоссином уцелевшего хлеба. Совсем близко раздается автоматная очередь. Георгий приподнимается и видит, как фашистский солдат с засученными рукавами, стоя на крою воронки, деловито выпускает в Аркадию длинную очередь. Ошеломленный Георгий смотрит на спокойно удаляющегося немца. Вне себя от бесчеловечности фашиста Георгий кричит. Эй! Посвященник! Отдачный! Ильфа! Полдат убеген облядывает. Ильфа! Задыхаясь от ярости, Георгий медленно подходит к гитлеровцу. Немец с удивлением смотрит на странного старика. Он пытается понять, кто он и что ему нужно. Но увидев искаженное гневом и ненавистью лицо Георгия, немец поднимает автомат, постараясь сменить отстрелянный магазин. Поздно. Георгий одной рукой вырывает у него оружие, а другой наотмашь бьет по лицу. Ильфа! По лицу. Полдат варится на землю. Словно топор поднимает Георгий автомат и с огромной силой обрушивает его на голову фашиста. Ильфа! Ильфа! Продолжение следует...